Всем привет! В этом видео мы поговорим о перспективах попадания в профессиональный баскетбол молодому баскетболисту. Также, раз уж это видео называется «Какие у меня шансы попасть в НБА», мы немного разберем вероятность попадания молодого баскетболиста из России или стран СНГ в Национальную баскетбольную ассоциацию. Почему я записываю это видео? Наверное, каждый молодой баскетболист мечтал оказаться в команде НБА, ну или хотя бы в клубах уровня ЦСКА, Химака или каких-то других команд Евролиния. Но лишь единицы молодых спортсменов и их родителей реально адекватно оценивают уровень ребенка и его данные. Работают столь усердно, чтобы попасть в большой баскетбол. И единицы родителей и игроков следят за какой-то реальной статистикой перехода молодых баскетболистов из детского спорта профессиональной и какое количество из этих ребят действительно на долгое время закрепятся в профессиональном спорте высокого уровня. Поэтому это видео я записываю, чтобы, возможно, кого-то спустить с небес на землю, а кому-то открыть глаза на то, как устроена система и каковы ваши шансы, чтобы попасть в баскетбол высочайшего уровня. Начнем со статистики. Посмотрим, какое количество ребят в Америке занимается баскетболом и какой процент из них попадает ежегодно в НБА. В Америке на уровне школ занимается баскетболом ежегодно около полумиллиона человек. Из этого полумиллиона на следующий этап, на уровень студенческих колледжей и университетов, переходит что-то около 14 тысяч человек. То есть это примерно 3,5%. То есть 3,5% из школ переходит в университеты. И из этого количества, из этих 14 тысяч человек, ежегодно в НБА попадает 40-45 человек. Соответственно, из полумиллиона в НБА попадает 40-45 человек. Если посчитать процент, так сходу не скажу, но это что-то около 1 тысячной, 1 десятитысячной процента, если я правильно посчитал. Соответственно, когда вы говорите, что вы хотите попасть в НБА, это, конечно, крутая мечта, но надо понимать, что с вами очень много желающих и статистика, действительно, попадания игроков туда, она небольшая. Поэтому это очень важно понимать, что вы конкурируете с большим количеством людей со всего мира. Теперь перейдем к баскетболу в России. В России три профессиональных лиги. Суперлига 2, Суперлига 1 и Лига ВТБ. Начнем с лиги ВТБ. Это самый сильный уровень баскетбола в России. Здесь у вас будет небольшая статистика. У меня будет как шпаргалочка, чтобы я мог подглядывать в цифры. Информация, статистическое исследование, назовем это так, готовилось лично мной. Сегодня, когда я готовился к одному из выступлений, вся информация взята с сайта Лиги ВТБ, то есть это официальный источник. Единственное, что несколько месяцев назад вся эта информация мной собиралась, поэтому что-то могло измениться, но я думаю, что в целом все то же самое. Итак, в Лиге ВТБ на сегодняшний день 13 клубов, из которых в 4 клубах нет российских игроков. Это зарубежные клубы, Калев, Зеленогуры и так далее. Соответственно, в Лиге ВТБ всего лишь 9 команд, где выступают российские игроки. Всего лишь 9 команд. Это очень мало. Всего игроков в Лиге ВТБ с российским паспортом 72 человека. Из этих 72 только 42 человека играют более 10 минут за игру. То есть как-то активно задействованы в ротации команды. И из этих 40-20 играющих 31 игрок старше 27 лет. Если игрок старше 27 лет, значит он уже как бы приближается к ветеранам. Я решил посмотреть, какое количество молодых игроков на сегодняшний день есть в Лиге ВТБ. Решил, что молодой игрок это не старше 96-го года, то есть до 23-х лет. Итак, таких человек я насчитал 5. 5 игроков не старше 23-х лет в Лиге ВТБ. Для сравнения, в НБА на сегодняшний день в ротации только среди 99-го и 2000-го года содействовано 26 игроков. Также я решил посмотреть количество российских игроков, которые забивают за игру более 10 очков. То есть являются лидерами или одними из лидеров команд. И таких я также насчитал всего лишь 5 человек. Это Швед, Григорьев, Остапкович, Кулагин и Захаров. Итак, как мы можем видеть по статистике, в Лиге ВТБ в принципе не так уж и много российских игроков, которые как-то принимают активное участие в играх. Практически нету молодых игроков. И вообще практически во всех клубах основные игроки, за редким исключением, это легионеры. Теперь рассмотрим второй уровень профессионального баскетбола в России. Это Суперлига 1. Тут 16 команд. В следующем сезоне будет как минимум на одну команду меньше. Не будет Спартака, Приморья. Итак, сезон 19-20. 16 команд, из которых две команды это молодежные проекты, где преимущественно играют молодые игроки. Всего в Лиге молодых до 23 лет игроков, которые как-то активно задействованы в ротации, я насчитал около 40 человек, что в принципе тоже немного. В большинстве команд основные игроки это либо легионеры, либо русские ветераны. Молодым игрокам особо не доверяют. И еще важное отличие Лиги ВТБ от Суперлиги 1 это уровень зарплат. В Суперлиге 1 зарплата уже заметно ниже. По моим подсчетам могу ошибаться, но примерно 50 человек в Суперлиге 1 зарабатывают более 200 тысяч рублей в месяц, из которых половина это легионеры. То есть всего лишь 25 человек в Суперлиге 1 зарабатывают от 200 тысяч рублей в месяц. Остальные зарабатывают меньше. Поэтому в Суперлиге 1 уже больше шансов молодому игроку закрепиться и показать себя. Но перспективы, как мы видим, тоже не очень радужные. Есть также третий уровень профессионального баскетбола в России. Это Суперлига 2. Но ее особо рассматривать не будем, потому что на этом уровне уже половину команд смогут обыгрывать команды из лиги АСБ, то есть студенческой лиги. Поэтому это уже уровень такой полулюбительский. Поэтому если мы рассматриваем для молодых игроков какой-то серьезный уровень профессионального баскетбола, то в России это либо Суперлига 1, либо Лига ВТБ. Как мы видим из статистики, попасть в большой баскетбол, не говоря даже про НТА, если рассматривать вторую российскую ЛИБу, достаточно сложно. И не так много молодых игроков, кто попадает на какой-то серьезный профессиональный уровень. Для чего я это рассказываю? Не чтобы демотивировать вас, а чтобы наоборот немного открыть вам свет и подготовить вас к тому, что вам стоит ожидать, если вы хотите играть в баскетбол на профессиональном уровне и планируете связывать свою жизнь с баскетболом. Поэтому тем ребятам, которые мечтают попасть в НБА, либо в ЦСКА или клубы Евролиги, я могу пожелать, что, ребята, важно ставить большие цели, но нужно понимать, что желающих очень много и конкуренция большая. И нужно пахать и постоянно развиваться и работать над собой, чтобы у вас были шансы попасть на какой-то действительно серьезный уровень. Надеюсь, это видео было вам полезно. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментарии, подписывайтесь на все наши каналы и соцсети. И увидимся с вами в новых роликах. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok